Отлично. Итак, я приветствую всех вас сегодня, кто пришёл и дошёл на нашу страницу. Сегодняшняя тема будет посвящена концу, некоторому завершению каких-то дел. И любой конец — это всегда начало. Это основная тема сегодняшнего дня. Мы всегда делаем в начале нашего занятия, в начале нашей встречи медитацию. Я немножко, скажем так, изменю программу. Вы привыкайте. Я всегда меняю что-нибудь и выполняю что-то новое, потому что изменения вносят всегда интересные моменты в жизни. Итак, я прошу вас, кто сейчас пришёл и слышит меня, пожалуйста, взять листочек, взять какую-то бумагу, ручку или карандаш и записать следующие вещи. Пожалуйста, запишите три, скажем так, три дела или три ситуации, которые вы хотите закончить, которые вы осознанно понимаете, что этому пришёл конец, и вы никак не можете это отпустить от себя. Итак, я даю вам время. Пожалуйста, выпишите это на листочек, сделайте это для себя. Вы можете мысленно спросить себя, какие дела я хочу завершить и отпустить из своей жизни. Итак, я даю вам некоторое время. Пожалуйста, спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Если кто-то хочет, у нас здесь под плеером есть комментарий так называемый. Пожалуйста, можете написать о том, что вы хотите завершить у меня на странице. Также здесь вы можете писать ваши пожелания, вы можете писать ваши вопросы и вопросы к занятию. Продолжение следует... Я мысленно тоже взяла листочек и мысленно записываю то, что я хочу оставить из своей жизни. Итак, я надеюсь, вы успели записать. Теперь отложите листочек, сядьте поудобнее. Мы пойдем в медитацию. Кто у нас находится на странице впервые, пожалуйста, просто делайте и повторяйте за мной некоторые движения и моменты. Не старайтесь включить логику, старайтесь отбросить все мысли и просто следуйте этому движению, этой энергии. Итак, сядьте, пожалуйста, ровно. Глубоко вдохните в себя. И выдохните так же глубоко. И выдохнув, представьте, что вы стоите на берегу. Вы стоите на берегу огромнейшего голубо-белого прозрачного океана. На вас одеты различные энергии вашей жизни, различные энергии, как одежды ваших ситуаций. Рядом здесь, на берегу, находится огромная печь, в которой полыхает пламя. Снимите себя, как энергию, как некоторое платье, энергию лжи. И положите, поместите эту энергию в эту печь. Увидьте, как она трансформируется в нейтральную энергию и полностью сгорает. Снимите энергию неумения. Все равно, какого неумения и страха. И так же поместите ее, как некоторое платье, в эту печь. Снимите энергию недовольства. И так же поместите ее в эту печь. Увидьте, как эти энергии сгорают. Снимите энергию болей. Болей в коленях, болей в суставах, опухшие ноги. И положите, поместите ее в эту печь. Снимите энергию раздражения. И так же, как некое платье, некий костюм, поместите это в печь. Найдите у себя энергию неверия и недовольства. И снимите ее с себя. И поместите в эту печь. Увидьте, как пламя, огромное пламя, поглощает все эти энергии, трансформируя их в нейтральные. Закройте створки или дверь, печи. Войдите в этот океан информации, трансформации и света. И полностью растворившись в этом океане, глубоко вдохнув себя, придите сюда, в наше виртуальное помещение, наше энергетическое помещение сюда, на наше занятие о завершении чего-то и о том, что конец — это начало нового. Итак, как вы себя чувствуете? Если у вас блестят глаза и стало радостно на душе, значит, полдела мы уже сделали. Итак, Итак, сегодняшняя тема посвящена, она так называется, «Конец всегда начало». Давайте рассмотрим вместе с вами, что же означает конец в энергетическом пространстве, в вашем энергетическом пространстве, и что же означает конец вашей физической жизни. Я имею в виду не конец нашего физического плана и переход в мир духовный. Я имею в виду просто конец каких-то дел, завершения каких-то проектов или завершения отношений. Как я уже сказала, к отцу может быть что угодно. Но, но у конца есть одна характерная особенность. Конец представляет собой совокупность энергий, связанных с изменениями. Конец наступает тогда, когда до верхи уже не могут, или как там было, да, низы уже не могут, а верхи тоже не могут, не помню уже, как было, это тоже не моя тема. Но сейчас пришло. Может быть, кто-то из вас подскажет, как уже правильно, забыла. Итак, это энергия, энергия, когда вы хотите что-то изменить, когда просто возникает не то, что вы хотите что-то изменить, а высший мир подводит вас к какой-то ситуации, где нужно что-то менять. Вы нередко поставлены в какую-то определенную ситуацию, где просто нужно менять. Менять всегда страшно. И мне страшно, и вам страшно. И это заложено, эта программа заложена где-то в нас. Её можно постоянно вытаскивать, и тем не менее, каждый раз она даёт о себе знать. Почему? Потому что, как я уже не раз говорила в наших предыдущих передачах, высший мир постоянно проверяет нас. он выставляет какие-то условия. И идём мы делать это, или не идём, зависит только от нас. Итак, изменения. Как же пройти изменения так, чтобы это было более легко на физике? Да. Есть масса техник, которые я даю, которые пришли мне, и которые, скажем так, в своё время были мне даны моим учителям. И с помощью этих техник я изменяла свою жизнь. И я говорю именно от имени себя, и я хочу именно приводить те примеры, которые связаны со мной. Я думаю, что это более доступно и более понятно. Итак, изменения. Если вы живёте в каком-то доме, и у вас есть устоявшийся ритм жизни, может быть, вас не устраивает этот ритм жизни, может быть, вас не устраивает этот дом, но вот просто подняться и переехать в какой-то дом или дом своей мечты, вы не можете этого себе позволить. Почему? Да потому что, да потому что выходит страх. Страх парализует нас. Страх не даёт возможности нам двигаться. особенно страх возникает, когда вы идёте делать что-то новое. Почему? Потому что вы не знаете, что придёт. Не знаете, что? Если бы вы знали, что придёт, вы бы сегодняшней ситуации наверное себе бы не дали этого сделать. Потому что в какой-то определённой ситуации, находясь на определённой ступени, вы не можете посмотреть на верхнюю ступень. И вы не можете даже понять, как идти туда. вас ведут, высший мир ведёт. Когда вы находитесь в своём потоке жизни, в своих именно делах, в своих каких-то свершениях, вам даётся особый поток на создание этих свершений. И у вас всё получается легко, и вы находясь в этом энергетическом потоке, под этой защитой, расскажу по себе, особо не включайте логику думания о том, что может не произойти, о том, что может не свершиться. У вас просто есть цель, и вы к ней идёте. Возвращаясь к нашему дому, нам трудно что-то оставлять. Нам трудно оставлять нажитое. Нам трудно оставлять наши привычки. Нам трудно оставлять нашу рутину. Опять-таки, почему? Потому что неизвестность нас пугает. Спросите часть себя, если бы вам сказали, вот час из своей квартиры, пожалуйста, в течение двадцати, двадцать, в течение двадцати четырех часов, соберите свои вещи и переедьте вон в ту виллу. Вы бы наверняка нашли силы, время, вы бы всё бы организовали и на радостях помчались в эту виллу. Но так высший мир не работает. В эту виллу ещё надо дойти. И очень часто вас ставят перед выбором. И очень часто возникает ситуация, что вы должны оставить что-то нажитое, что-то понятное, то, что вы хорошо, может быть, даже делаете, но для того, чтобы освободить место для новых. Представьте себе ваш шкаф. Ну, или какой-то шкаф нейтральный возьмём. Этот шкаф полностью забит вещами. и нет места новым вещам. И у вас особо не появляется и желание чего-то нового купить, потому что это же нелогично и непрактично. нелогично соответственно вы не выбрасываете какие-то ненужные вещи из вашего шкафа. Вы не оставляете какие-то ненужные отношения, которые уже давно в себе и жили. Вы не оставляете какую-то нудную работу, которая вас просто достала. в конце до концов вы не оставляете какие-то свои привычки, какие-то свои привычки, питья, курение, еще чего-нибудь такого. Вам это трудно сделать. А я предлагаю вам послушать себя. Если голос вашей интуиции говорит «Оставь!», значит позвольте себе оставить и научитесь оставлять. «Научитесь оставлять с радостью!» Хотя это очень трудно. Я сама это прошла. Я не какая-то чемпутая, которая говорит «Давайте все оставляйте!» Нет. Оставлять тоже надо с умом. Но если вас привели уже к этой мысли, что нужно что-то оставить, чтобы подняться на ступеньку выше. Поверьте, выше льме сделает все возможное, чтобы эта ступенька была замечательной. Очень часто оставляя у нас образуется некая некий вакуум. Мы оставили старое, но не пришли еще в новое. Чтобы прийти в новое, нам нужны знания, нам нужно умения, нам нужна квалификация и нам нужно много работать над собой. В этом и заключается развитие себя, развитие себя по жизни, совершенствование себя. Это самая главная задача в нашей жизни. Улучшение себя, освобождение от негативных мыслей, освобождение от каких-то негативных ситуаций. Оставить не всегда просто. И когда вы что-то оставили, необходимо научиться чему-то новому. Необходимо засунуть себя в это состояние, в это желание. Когда у вас появится стимул чему-то новому учиться. Да, там было все понятно. А здесь нет. Но здесь есть масса возможностей, которые вы можете раскрыть, раскрывая самих себя. Мне немножко трудно говорить, когда я не вижу публику или скажем так, я вижу ее энергетическим. И я надеюсь, сейчас никто не занимается тем, что смотрит на мобильник, говорит, да-да-да, рассказывай, я подожду до твоей медитации. Меня интересует только это. Отложите, пожалуйста, мобильник, вы ничего не прочувствуете и ничего не поймете. конечно, если это не единственное ваше средство смотреть и быть сейчас на моей странице. Как же прийти к новым знаниям? Есть тоже масса методий. Можно прочитать книгу в энергии и скажем так получить определенные знания в энергии. Это возможно. И это работает. Эту технику я получила в свое время. Какая это техника, как она применяется более подробно на моем занятии «Меняй себя». Я дам вам на этом занятии еще и другие техники, которые помогут, которые научат вас оставлять, помогут заполнять ваш вакуум после того, как вы что-то закончили и прийти туда, куда вы хотите прийти. Хотя бы, я думаю, что это занятие даст определенное направление, определенный стимул, энергетический стимул, который подтолкнет вас к действию. Необходимо научиться не только работать в энергии, а необходимо научиться, я говорю это в принципе на каждом занятии получив эту информацию, скажем так, научившись получать эту энергетическую информацию с помощью своих рук и своей головы и ног привнести эту информацию, трансформировать ее в свою жизнь и улучшить этим свою жизнь. И это уже следующий пункт. Пункт трансформации. То есть нам нужно не только оставлять, наполнять и стремиться к новым знаниям, применить новые знания в свою жизнь, но и трансформировать себя. Поверить в себя самого родного, поверить, что вы все можете, что у вас есть неограниченные возможности, которыми наделяет вселенная каждого, кто идет и каждого, кто делает. И просто пойти и сделать что-то, создать новое, что-то, что может быть еще не было. и поэтому конец всегда служит началом, началом новой ступени. Конец это своеобразная мотивация. Здесь есть как бы два выбора. Либо ты остаешься в своем прежнем, или ты идешь дальше. Ну вот так. вот она говорит, да? А ведь так нелегко оставлять. И как понять, что та информация, которая вам придет, поможет вам в жизни. Дело в том, что на своем пути мы так держимся за свои знания. Не знаю, у меня тут есть веточка, может, я покажу? Мы подобно какой-то, не знаю, обезьяне, хватаемся за эту ветку и боимся отпустить эти знания, накопленные с трудом, данные школе, данные обществу, которые мы по крупицам собирали, и, наконец, у нас на нашей песчаной кости есть такие бугорки знаний. Я хочу вам сказать, что, когда вы что-то оставляете, есть тоже два пути. То, что не нужно вам по жизни, то, что не лежит на вашей дороге, уйдет и уйдут эти отработанные и ненужные знания. А то, что вам нужно, поверьте мне, трансформируется удивительным образом и будет применено в вашей жизни еще так, как вы и не думаете. Мы ограничены своим мозгом, мы ограничены своими мыслями, своим окружением или своей сегодняшней ситуацией. Очень немногие люди могут посмотреть за, скажем так, за занавес этой ситуации. Это возможно в медитации. И мы это обязательно сделаем и посмотрим, но уже на занятии. кстати, у вас есть замечательная возможность принять участие в этом занятии. вы прямо сегодня закажете этот можно сказать курс, написано еще вебинар, потому что я хотела его сделать в форме вебинара. я думаю, вы узнаете много интересного. Почувствуйте этот энергетический поток, почувствуйте в себе эту силищу многочисленных возможностей, которые дает вам Вселенная. энергетический если вы закажете прямо сегодня, вы закажете еще по этой цене. Предупреждаю вас, цена будет расти и кто думает очень долго, ну что это ваш выбор. Я думаю, это занятие пройдет в середине июля, время написано, дата будет определена по комплектованию группы. Итак, записывайтесь и я вас жду на этом занятии. Есть ли у вас какие-то вопросы по тому, что как оставлять? Что оставлять? И еще я немножко перебежала, я перебежала из, скажем так, я сказала про то, что мы очень трудно собираем знания, но не сказала об одной очень важной вещи. Если вы находитесь в вашем энергетическом потоке, вы находитесь у источника знаний, и он не ограничен ни временем, ни пространством, и вы всегда можете в медитации взять какие-то знания, не какие-то, а определенные нужные знания вам и использовать их в своей жизни. Я это делала уже не раз, и это давало замечательные результаты. Так, давайте сейчас посмотрим, сколько у нас времени. Я довольно-таки быстро проговорила эту тему. Посмотрим, что сейчас еще придет. Что мне подскажет мой внутренний голос? посмотрим, есть ли у нас какие-то вопросы? да, так. Ну, хорошо, у нас довольно-таки жарко, да есть один вопрос я слышу его а что же делать с листочка правильно спасибо за напоминать кто напомнил молодцы спасибо а с листочком делайте следующее так уж и быть будет вам медитация но ее вы сделаете сами вы берете просто элементарно ходите в некоторое энергетическое состояние и в этом энергетическом состоянии вы производите динамическую медитацию вы берете просто ручку и перечеркиваете то что хотите оставить еще лучше если вы написали это карандашом вам легко это стереть карандашом затем сколкайте этот лист бумаги и по-нормальному выбросите мусорное ведро куда еще представьте что вы то же самое делаете в энергии как представиться и потом напишите о ваших результатах а сейчас поскольку вопросов больше нет я надеюсь они появятся папа мы подходим заключительной части нашего занятия это наполнение и выход из энергии сегодняшнего вечера перед этим я хочу сказать для новичков которые прибыли вновь на нашу страницу у нас здесь наверху в меню нет под меню находится наша основная рассылка записывайтесь подписывайтесь на эту рассылку вы получите массу интересной информации также есть рассылка с пожеланиями с энергетическим сопровождением на каждый день для тех кто это хочет основная рассылка у нас выходит один раз в неделю рассылка с пожеланиями выходит ежедневно вы можете найти эту рассылку на левой по левую сторону там написано книжка мини шаги к себе мини книжка вы получите еще и не только по пожелания но и книжку пдф которая вам поможет более лучше и более удачно проходить каждый день и изменять какие-то ваши ситуации и так подписывайтесь записывайтесь на занятия я хочу вас всех видеть ну и сейчас пойдем медитацию глубоко вдохните в себя и выдохнув уверьте себя уверьте себя в некотором свечении вы находитесь в середине вы находитесь в середине голубо-белого прозрачного океана энергии возьмите всю энергию всю энергию всю информацию из этого океана возьмите столько сколько нужно вам на сегодняшний момент не нужно хватать наполнитесь этой энергией наполнитесь этой энергией как некий сосуд и глубоко вдохнув себя увидят себя светящимся и глубоко вдохнув себя принесите методом выдоха всю вашу собранную энергию вашу физическую жизнь ваши физические ситуации и изменяйте себя изменяйте ваше окружение дарите свет дальше дарите энергию изменяйте пространство вокруг вас с вами была Ольга Беме центр энергия жизни до скорых встреч пока не не Продолжение следует...